Мы едем на винтажном автомобиле кататься. Вот у соседа тоже винтаж стоит. Обалдеть! Да, у него еще старше. Еще старше, чем курага. Горький шоколад. Эта маленькая собачка хулиганит, не переставая. И очень любит летать. Ну, пойдем, бандит. Здравствуйте. Я вчера раздобыла Асю, чтобы отбелить рубашки. Все-таки я не оставляю надежды отбелить эти воротнички. Раздобыла тетю Асю. Ну, как, тоже хлорсодержащий отбеливатель. Вот такой. Сейчас залила футболку Ника и две рубашки. Прошло уже минут, наверное, 10. Сейчас буду их стирать. Сейчас не успела даже заснять. Быстро закидывала рубашки в стирку, потому что на рубашках, то, что я залила этой Асей, появился какой-то синий-фиолетовый цвет. Я не знаю, что это. Никогда не сталкивалась с такой, когда с хлоркой что-то пыталась отбелить. Вот. А на футболке желтое пятно, оно так даже от этой Аси не вывелось. При первом приближении рубашки побелели. Вроде как, я надеюсь, что синька сейчас отмоется и не испортит те части, на которых она проявилась. И, возможно, еще на футболке это желтое пятно отстирается. Оно точно от какой-то еды. Не знаю, может, от соуса какого-нибудь, не знаю, макдачного, адского. И поэтому неизвестно, что это и как это отбеливать. Ну что, волшебная сила хлора подействовала. Рубашки, воротнички отстирались, слава богу. Я уберу рубашки. Вот Олимп отстиралась точно. Тут прям белый-белый воротничок, никакой желтизны нет. А вот с Дикайн Вай у меня есть вопросы. То ли меня глючат, то ли все-таки чуть-чуть желтизны есть. Но надо посушить, чтобы понять наверняка. Хотя на видео кажется, что белая. Сейчас еще посмотрю футболку. С футболкой не так все радостно. Вот одно пятно осталось. Вот здесь еще тоже пятнышко. Мы попробуем произвести эту процедуру еще раз. Вдруг со второго раза сработает. Мы идем сейчас кататься на мотоцикле. Вернее, Ник меня будет катать на мотоцикле. У меня даже есть шлем. По ощущениям я чувствую себя девушкой Джеймса Бонда. Воу-воу-воу. Тарахтит. Тарахтит. Я его слышу, слышу. Доехали. Смотрите. Дом. Дом с видом на реку. В сосновом просто-таки лесу. А мы приехали, сейчас идем к дому у друга Ника поздороваться. И вот тут вот целый вот такой сосновый лес. Мы, во-первых, через него ехали. И приехали вот тут вот домики. Причем это какой-то такой самострой. Было изначально это что-то типа садового товарищества. Летние домики. А потом это начало разрастаться. И вот у кого-то большой дом получился. Ну, статус как недвижимости здесь не ясен. Поэтому наблюдаем и восхищаемся, что кто-то живет в сосновом лесу. Вот песчаная дюна. Образалась в 1757 году за счет изменения русла реки. Почему русло реки только поменялось? Ну, мне кажется, они всегда поменялись. Неизвестно только, она сама изменила русло реки или это человеческий фактор. В общем, Ника рассказывает, что на этой дюне когда-то не слишком трезвый катался на сноуборде. А так тут вот местная достопримечательность в Риге. И эта река, она пресная, за счет чего она еще потеплее, чем море. И здесь купаться можно. Домик для кошек, видимо, или маленькой собачки с колоннами, вход. Крыша такая вся покрытая. Вот тут еще есть второй выход, видимо, домик двухэтажный. Все по-взрослому.